Он хранит историю, закованную в ветхих страницах, знает судьбы и несет эти знания сквозь года. Люберецкий муниципальный архив. Здесь долгие годы хранится разнообразная информация о целых поколениях люберчан и не только. Вот, например, государственный акт на вечное пользование землей колхозами. И, как отмечают, спрос на эти сведения с каждым годом только растет. Точные даты возникновения Люберецкого муниципального архива установить, по словам его сотрудников, к сожалению, не удалось. Но существуют одни из основных документов. Распоряжение МОСОБЛ-исполкома от 1965 года об утверждении штатного расписания Люберецкого горы-исполкома, где архивный отдел впервые появляется как самостоятельное структурное подразделение. И распоряжение Люберецкого горы-исполкома об утверждении штатного расписания, где Люберецкий архив входит сначала в структуру общего отдела, а с 92-го в управление делами. Вообще, 2018 год для архивистов знаковый. Именно в этом году исполняется ровно 100 лет архивному делу. История этой службы началась с декрета от 1 июня 1918 года о реорганизации и централизации архивного дела. Это был решительный шаг и новый в истории архивного строительства, потому что из разрозненных архивов правительственных учреждений была поставлена цель создать единый архивный фонд с единым центром управления. Архивным делом сначала руководили на местах губернские комиссии. Они находились под управлением Народного комиссариата просвещения РСФСР. Затем с 1 января 1924 года они получили самостоятельность и даже самостоятельный бюджет. Затем они попали в 1939 году в ведомство НКВД или с 1946 года в МВД. То есть архивным делом, как это ни странно, долгое время, почти 20 лет даже больше, занимались люди в форме. Так ответственно относилось государство к этой проблеме. Сохранность документов вообще дело очень ответственное. В Люберецком архиве древнейшим из них считается метрическая книга. И только вдумайтесь, 1863 года. За два года до этой даты только отменили крепостное право. В этой метрической книге содержится информация о рождении в селе Быхино. И только представить, прошло более 150 лет. А посмотрите, вся информация записана будто вчера. Так хорошо сохранилось. И чернила такого качества, которые... Вот есть книги, им почти уже 155 лет. А чернила, они не выцветают. Я не знаю, что добавляли в них, но до сих пор текст читаемый. А вот есть документы, которые вот печатались уже на машинке. Есть уже угасающий текст. А документам не так много времени хранения. На хранении в Люберецком архиве 263 фонда. И около 50 тысяч книг. Это фонды органов власти, судов, ЗАГСов и других учреждений. Или, например, документы организаций, которые уже прекратили свое существование. Это в основном организации, которые находились на территории Люберецкого района. И не только. По которым нам в основном обращаются жители по подтверждению трудового стажа для начисления пенсии. Это очень востребованные документы. Так же, как и документы ЗАГСа, суда и нотариата. Спрос на документы, отмечают специалисты, растет. Ежегодно Люберецкий архив пополняется в пределах двух тысяч книг. Сюда на хранение они попадают из 42 источников комплектования. Постоянно книги востребованы, дела различные, потому что заявки поступают к нам не только от жителей Люберецкого района, но и других городов и даже республик. Потому что наш архив укомплектован документами союзного значения. Цели обращений в архив разнообразны. Помимо, например, подтверждения стажа, родства, обращаются, чтобы узнать хотя бы какую-то информацию о человеке. Так, в 2017 году в Люберецкий архив обратился протеерей Владимирского храма иконы Божьей Матери из Красково. Обратились с целью восстановить историю. Восслужитель нашего храма, священносповедника Дмитрия, известно, что он с 1908 года был назначен архивейским указом в село Красково в качестве псаломщика. Восстановить историю и хранить ее, передавая следующим поколениям, пожалуй, главная цель поиска информации о Дмитрии Крючкове, которые задались во Владимирской церкви. В чем заключалось его псаломничество, хотелось уточнить, потому что псаломщики, они вели приходские метрические книги. Записывали родившихся и крестившихся в храм приходили, умерших, кого отпевал священник, они регистрировали, а также факт бракосочетания. Поиском информации занялись Люберецкие архивисты. Сведения такого рода о храмах, священнослужителях ищут в специальных документах, метрических книгах духовной консистории. Вот та самая метрическая книга Владимирской церкви села Красково. Именно в ней люберецкие архивисты нашли сведения о бракосочетании Дмитрия Крючкова. Вот эта запись. Здесь сказано, что на момент венчания ему и его жене было 30 лет. И прошло оно 25 января 1909 года. По запросу настоятеля Владимирского храма села Красково Михаила Лебедева, мы обратились к документам фонда духовной консистории, органа ЗАГС, который нам передан на хранение с 1863 года по 1934. Духовная консистория упомянуть невозможно. Нужно о ней рассказать. Это очень интересная организация. Это епархиальные органы управления и духовного суда. Духовная консистория состояла из двух частей. Это присутствие и канцелярия, которые нам как раз интересны с той точки зрения, в связи с тем, что в канцелярии выдавались как раз бланки этих метрических книг, которые потом заполнялись в церквях. Помимо данных из метрической книги 1908 года о том, что Дмитрий Крючков был псаломщиком, а уже в 1909 году, информации о его браке и смене чина на дьякона-псаломщика, данных в метрических книгах Люберецкого муниципального архива нет. К слову о книгах. Чтобы документы были в хорошем состоянии, в хранилище необходим особый климат. В каждом хранилище у нас имеется система кондиционирования, также у нас есть датчики температурно-влажностного режима, есть огнетушители, есть охранная сигнализация и пожарная сигнализация присутствуют в каждом хранилище. И также у нас все хранилища оснащены металлическими дверьми. К слову о металлических дверях. Ежегодно архив распахивает их для обычных граждан, чтобы продемонстрировать им всю документальную многообразность. В дню празднования архивов, это 10 марта, каждый год мы готовим выставки на разные тематики. В этот день у нас день открытых дверей. Вот так разнообразно и интересно оказалась работа тех, кто ежедневно может соприкасаться с документами разного характера, занимается их сохранностью, оставляя это информационное наследие будущим поколениям. Я думаю, что архив сам выбирает людей, которые могут здесь работать. Так получилось со мной. У меня был очень интересный учитель истории Анны Ивановны Кузнецовой в школе, которая как бы отдавала всю душу этому предмету и просто вкладывала в нас такие знания, которые помогают до сих пор. Я люблю литературу и историю. Вот архив, он связан с историей непосредственно. Поэтому часто узнаешь здесь новые вещи, которые нигде бы не нашел, наверное, и не прочитал. У нас это можно найти. Моя работа похожа на работу предыктива, потому что я ищу документы для людей, которые выходят на пенсию. Узнаю о людях многое, где они работали, какую зарплату они получали, кем они работали, какой льготный стаж у них был, на каких вредных предприятиях они работали. Это очень интересно. За это я люблю свой архив. Когда к нам обращаются граждане или подтвердить свою родословную, или найти документы правового характера. И когда мы находим эти сведения, вы даже не представляете, какое мы испытываем удовольствие от того, что мы нашли эти документы. А читать их, их просто, я не знаю, иногда даже прямо мурашки по делу. Поэтому работа здесь очень интересна. Заинтересованные, увлеченные и преданные своей работе, архивному делу. Наверное, эти слова лучше всего характеризуют тех, кто перероет множество документов. А все для того, чтобы помочь тем, кто нуждается в исторической информации. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова